Всем привет, мои дорогие друзья! Вот такая посылочка, как видите, из Японии службы EMS ко мне приехала. Не помещается в камеру, как обычно мы снимаем. Пришлось вот такой ракурс нам поставить. Ну, думаю, вам будет интересно, что же здесь находится. Из названия вы уже поняли. Инвойсик присутствует у нас. Инвойсик, давайте достанем, посмотрим. И стоимость этой катушки, да и вот она ком, как видите, 550 долларов. Посылка приехала с сайта ebay, ехала, на удивление, быстро, очень быстро. С Японии до Мурманской области, до моего места проживания, она приехала за 8 дней. Вы скажете, это невозможно, но я, наверное, вам покажу трек и номер. И вы увидите, что это действительно так. Так, открываем посылочку, видим, что здесь опять лежит инвойсик, только почему-то уже без различных цифр. Вот так упаковано. Вот такая вот штучка. Я не знаю, была бы пожестче, можно было бы на поплавке использовать. Но так, видите, она мягкая. Все упаковано так, чтобы катушка не разбилась. Давайте я сейчас это все уберу, достану вот там у нас коробочка, и мы вернемся. Итак, друзья, как вы видите, пол коробки было у нас вот такой вот мягкой штуки. Это все сделано для того, чтобы у нас в процессе пересылки наша дорогостоящая электрокатушка, Дайва Танаком, тысячная, не помялась, не размялась. Как видите, коробка приехала абсолютно целая, не мятая, японский язык. Поближе покажу вот так вот, посмотрите, намотка, сколько метров, какого шнура вы можете намотать. Мощность 3, 10, 30 ампер. Ну, 30 ампер, это, наверное, у нас максимальная мощность. То есть тяга, как видите, постоянная 27 килограмм, 140 метров в минуту, И 236 килограмм, это максимальная тяга, на что способна эта катушка. Мне уже самому не терпится ее вскрыть. Ждал, я бы сказал, не так уж и долго, но терпению нет предела. Присутствует в комплекте у нас вот такой вот, довольно-таки хороший, Хороший, на мой взгляд, с такими плотными крокодилами, шнур питания этой катушки. Питание катушки у нас 12 вольт. От обычного аккумулятора, пожалуйста, запитывайтесь. От того, который вы запитываете, и холод свой тоже можно, конечно же, это использовать. Имеется в пакетике у нас крепление, крепление для того, чтобы она более надежно держалась к вашему спиннингу, крепилась. Какие-то наклеечки на японском языке. Кто знает японский язык, напишите в комментариях, что здесь написано. И вот такой вот чехол с символикой дайва для этой катушки. Также в этом пакетике, вот я его откинул в сторону, а здесь идет вот такая вот иголка для того, чтобы мы могли наш плетеный шнур или леску просунуть непосредственно в эту катушку для намотки. К сожалению, к великому сожалению, шнур, который я заказал, еще не приехал. Но, как видите, катушка уже у нас приехала. Вот так упаковано. Достаем катушку. В коробке у нас больше ничего нету, кроме этой катушки. Снимаем пакетик. И вот она, друзья, сама катушка. Впечатляет. Вес катушки полтора килограмма. Вот так, друзья мои, выглядит катушка. Довольно все массивно. Шпуля вращается. Фрикцион затягивается. Присутствует рычаг для сброса лески. И вот это у нас электрический переключатель, который непосредственно будет у нас наматывать леску. Также здесь присутствует вот такая вот регулировка. Необходимая для того, чтобы когда у вас пунда пилкер достал до дна, опустился, у нас не было свободного вращения и сброса произвольного вот этой вот шпули. Чтобы у нас не образовывалась здесь борода. Никто почему-то об этом не говорит, но это вот здесь такая присутствует. Разъем для подключения кабеля. И давайте, наверное, подключим кабель. Как я уже сказал, к сожалению, у нас еще не приехала плетеная леска, которую я заказывал. Плетеный шнур. Поэтому намотку мы будем осуществлять в следующем видео. И да, поискал я русские инструкции, инструкции на русском языке. Нигде нету инструкции на русском языке. Только японский, итальянский, немецкий, американский. А русского нету. Придется перевести инструкцию. И, наверное, мы сделаем серию роликов, в которых я буду рассказывать, какие здесь у нас есть функции. И как этими функциями мы можем пользоваться. И для чего они, собственно говоря, нужны. Подписывайтесь на канал, кому будет интересно. В ближайшее время, думаю, я переведу. Так как скоро начинается сезон рыбалки. К этому сезону надо уже полностью владеть этой катушкой. Снимаем задний колпачок. У нас здесь на шнуре вот такая вот выемка. И в разъеме, чтобы вы не перепутали плюс с минусом. Закручиваем. Плотненько, чтобы у нас не попадала туда вода. И подключаем это все к 12-вольтовому аккумулятору. Как видите, побежали циферки, подключил. Пулю раздался какой-то непонятный для меня. Потому что, конечно же, еще не изучал инструкцию. Непонятный для меня сигнал. И как вы видите, здесь сразу у нас показывает 0 метров. 0 метров. Вращая шпулю, я вижу, что по 10 сантиметров у нас прибавляется. Зачем по 10 сантиметров? Может быть, это, конечно же, так важно. Поигрался, друзья мои, я с этой катушкой немного. Сначала не понял, почему вращение не происходит. Но когда у нас вот этот вот сброс опущен вниз, то, естественно, шпулю у нас вращаться не будет. Нам необходимо поднять сброс вверх. Или повернуть просто ручку, чтобы этот сброс сверх сработал. И тогда у нас катушка включается. Намотка работает. Показывает метраж, скорость. 32 положения скорости. От единицы до 32. Как слышите, у нас происходит звуковой сигнал. Когда у нас катушка доходит до максимума. Звуковой сигнал. Когда до минимума опускаем. Опять происходит звуковой сигнал. Сейчас я купил для нее также отдельный спиннинг. Сейчас оденем эту катушку на спиннинг. И посмотрим, как это все выглядит уже в собранном виде. Вот так, ребята, выглядит катушка, установленная на спиннинг. Спиннинг я взял уже проверенный. Такой спиннинг у меня уже имеется. Ловил я на него. Мне понравился. Как видите, рыбачил я сначала вот на такую катушку. Pen Commander 30 LV под левую руку. Ну а сейчас, видите, гайвата на пол тысячный. Растем потихоньку. Чего и всем желаю. Вот так еще раз, друзья, выглядит эта катушка на спиннинге. Приедет шнур, обязательно мы его намотаем на эту катушку. И также будем изучать инструкцию. И буду вам выкладывать на моем канале инструкцию по работе с этой катушкой. Как я уже сказал, на русском языке этих катушек просто не найти в интернете в свободном пользовании. Есть продажи, но тысячу рублей. Хотя, почему бы и нет тысячу рублей, если катушка стоит 550 долларов вместе с доставкой. И заплатить тысячу рублей за инструкцию, я думаю, это не так уж и дорого. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой катушке и о рыбалке на Баренцевом море. Кто рыбачит, обязательно пишите в комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Всем спасибо.